В последнюю очередь поется, что обожать, но и все. Расскажи историю этой песни. История песни? Ух! Песня как история на самом деле, но нечего добавить. Я как-то съездил в Дубу на день рождения в далекий край. У меня не было ни телефона, ни чего. Так можно было приехать, поздравить. И не только я подарила ему подарок, но и он мне. И этот подарок заключался в блоке расписанных сигарет под названием «Примадонна», разложенных по пачкам от ЛМа. И расписанных стихами разными непонятными шрифтами. Палево страшное. А были расписаны пачки или сами сигареты? Нет, пачки. Сигареты «Примадонна», пачки ЛМ. И на каждой пачке какие-то непонятные, понимаешь, там… Я этот шрифт понимаю, но так нужно разобраться, если первый раз увидишь. То есть как бы непонятно, что происходит вообще. И захожу в туалет, мне нужно из Пятигорска попасть в Сталополь. Автобус через 10 минут. Я взяла билет, думаю, нужно зайти на дорожку. Перед туалетом, короче, трое пацанов бегают. Выхожу из туалета, три мента стоят. А у меня в руке пакетик целлофановый. Я вообще в этом, как это называется, батник или, блин, такая стёганая штука. Вот, и ведут такой, нормальный, в кепочке. И они меня останавливают, и так тык-пы-чук-пук-фук. Что? Примадонна? Ваша Примадонна? Наша Примадонна? И тут нужно было резко сказать. Стоп, ребята. Теперь тихо, спокойно. Идём в машину. И разговариваем. Ну, очень прекрасно, красиво восстановите. Что он будет делать дальше? Мы заходим в машину. Разговариваем. И вот сорок. Они меня выпускают. Отдают мне все мои ЛМ. Я говорю, ну, хоть пачечку возьмите. На прощение. А мы уже взяли. Ну, бабла мне, конечно, мне оставили только доехать до Москвы, другу говоря. Все остальное забрали. Но зато... Подпиштили на свободу. Потом у тебя было бы нового дома. А? Да, главное, оценить эти мгновения. И они, конечно, просили... Ну, точнее, как у нас сложился разговор, что я обещала написать им... Песню? Они еще и песню заказали. Они заслужили ее. Ну, нормально. Забрали денег, сигареты и песню заказали. Понятно. Ну, ты понимаешь, как бы, я представляю себя на их месте. Скука. Ну, правда. Нет, ну, вот хоть как-то развлечься, понимаешь. Ну, да. Ну, действительно. Ну, наверное, бабу все-таки я с девчонки бы не брала. А я первый раз ехала к тете на день рождения с деньгами. И думала, вот наконец-таки я сделаю ей хороший подарок. Мне даже не какой-то шикарный букет цветов. Я вам его ничего не придумаю. Ну, в общем, когда останусь я обязательно без всего и без всех своих надежд. Вроде как загрузилась немножко. Потом я на первой остановке в автобусе выхожу. Достаю свою собственную сигаретку. Курю ее на этом полустаночке. И думаю, как же прекрасна жизнь. Как отличного. Ну и, собственно, конечно, в таком настроении песня рождается сразу. Поэтому... Чисто символично. Трем ментам из Пятигорска Песню я свою пою. Не позволили девчонки Зашубиться на тюрьму. Взяли прямо на вокзале Два стакана на кармане А из папчик Примадона Запах с местного газона Примадона 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 А на свободе хорошо От Кубани Да Дона Редкими Да не знала ее А Примадона 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 А для чего ты делай? Мама Дона Мимо Зоны А мимо Кас Мимо Дона Эй! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ты попала неприлично Контролируй свой базар Высунь руки из кармана И смотри в мои глаза Я достала сигареты, зажигал гуи ключи, И я потом, поправив кепку, подняла свои очки. А при доме, при Мадонне, она в свободе хорошо откувает. И до дом на зарядке, мне да не знала я ее. А при Мадонне, при Мадонне, а до чего ты делай? Мама, Мадонна, мимо сон, мимо кассы, мимо дона. И, 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 и. Забирай свои талаты, одинок ты хоть хватит, а до Московы. Но только вышли на Марфену почтой ради оболоны. Ой, Примадонна, Примадонна, а на свободе хорошо От Кубани и до Дона редкий мент, да не знал ее А Примадонна, Примадонна, а ты чего ты довела? Ай, Мамадонна, мимо зоны, а мимо кассы, мимо дна Ай, Бабабабабам, пам